Доброго утречка! Только что из душа, но уже успела накраситься. И жду те самые полчаса, которые надо вытерпеть между приемом еды и той водой, которую я выпила. Мне сказали, что воду лучше пить за полчаса до еды, ну и скажем там через час после, чтобы не разбавлять желудочный сок. Сегодня специально взвесилась и сняла это, как это все выглядит на весах, чтобы была для самой себя какая-то статистика. И чтобы вы понимали, что я тут не сочиняю вам ничего. Сейчас покажу. Я тут подумала, что нужно как-то фиксировать результат, а то мало ли, что я вам рассказываю. Поэтому буду показывать весы. Сейчас мы их запустим. Встанем и посмотрим. Так. Ну, еще весы должны быть правильнее, а то встанешь как-то, они то так, то сяк показывают. Но в целом 94 они сейчас показывают килограмма. Итак, вроде бы сначала, после вчерашнего вечера, когда я взвесилась, было 96-200, вот вроде бы уже 94, ура, ура. Ну, это именно потому, что тогда было после ужина. И, наверное, все-таки вот такой день ограничения, меньше всякой ерунды пила ела, вот как бы 2 килограмма ушло. Но это вот самые первые, они всегда как будто бы легко уходят. Буквально, ну, за день, можно сказать. Но теперь вот дальше будет буквально по граммам и будет очень сложно и тяжело, потому что я сколько раз пыталась немножко так себя ограничивать. Но мне всегда было трудно уйти за вот эту грань 90-го. То есть, когда у меня был стресс, и там перед свадьбой, вот 3 года назад я нервничала и опять-таки, наверное, что-то недоедала. И у меня где-то вот было 89-700. Я была счастлива, думала, что все это так и останется, а нетушки. Он как будто бы у него прописан где-то вес в организме, и он начинает к нему опять возвращаться. Поэтому я понимаю, что будет сложно. Почитала вчера все ваши комментарии, и то, что их было так много, говорит о том, что эта тема вот действительно она такая выстраданная многими, попробованная. И у каждого, конечно, свои есть идеи и свой опыт. И я понимаю, что это действительно очень индивидуально, очень непросто. Каждому нужно учитывать свои возможности, потребности, силу воли. Вот сила есть, воля есть, а силы воли нет. Мне будет сложно. И еще потому, что я много что не ем. Я не люблю каши, я вообще не ем яйца. Ну, к творогу, ладно, этот я еще могу как-то в себя закинуть. Мне нужно часто есть, потому что, ну, это и неплохо, вот понемножку, но часто. Почему я выбираю этот вариант? Потому что у меня камни в желчном, и если я буду делать какие-то там перерывы, или питаться какими-то там непривычными для себя продуктами, мне известно, как это повлияет. В общем, зелень я тоже не ем никакой. Салаты, это было бы просто идеально. Вот есть салаты, которые малокалорийные, различные огурцы, там редиску, ничего этого я не ем вообще. У меня так мало остается еды, я мясоед. Не скажу, что я налегаю сильно на хлеб, но я люблю картошку. Я буду стараться именно идти по пути уменьшения порции, питаться часто, ну, вот буквально там по 4 столовых ложки через каждые 2 часа. Вчера это почти получилось. Я даже записала, что я там за день съела, и, наверное, получилось немного. Сейчас я даже ради интереса, потому что еда, конечно, была... Ну, то, что у меня было в холодильнике, я специально не покупала. Сегодня я уже купила все-таки яйца, буду пытаться съесть хотя бы их в виде омлета. Что же я вчера ела? Встав в 7 утра, вы видели, я съела бутерброд и одну помидорку. Потом через 2 часа уже есть хотелось. Хотелось. Ой, кто-то мне уже пишет сообщение. Наверное, что мне надо делать, а что не надо с утра. Кстати, сейчас у нас полдевятого утра. Сегодня я попозже встала. Будет полегче, наверное. Не так рано придется начинать завтракать. В 9 я съела чуть-чуть клубники. Это вы тоже видели. А потом не выдержала, еще съела в 10 вторую порцию клубники. Но это дало мне возможность продержаться до часа. И когда у меня был как бы типа обед. На обед была одна сосиска, а никакие не две. Один кусочек маленьких хлеба, который я съела наполовину. И маленькая такая пиалочка, там помидоры с огурцами и с майонезом. Вот потому что я люблю майонез. Разумнее было отказаться, но тогда уже у организма точно будет мысль, что что-то с ним делают не то, и он начнет стрессовать. Мне вот надо максимально сохранить мой обычный режим. И не режим, а обычное то, что я ем, оставить. После этого почему-то через полчаса мне очень захотелось витамина С. Я его в шипучем виде выпила. У меня начало горло болеть. Я стала пить холодную воду. Выпила. Всё прекрасно. Всё отпустила. И после этого, ещё через полчаса, мне захотелось съесть конфетку. Прямо вот так захотелось. И я получила такой кайф. Ощущение было, что есть что-то очень запретное. Маленькая шоколадная конфетка этой марки Гейша. По-моему, она так называется. Она очень молочная, маленькая, действительно некрупная. И это был просто супер кайф. Я разве что бумажку не вылезала, которая из-под конфетки. Вот есть какой-то вообще смысл немножко вот в таком ограничении, потому что создаётся момент дефицита. И это как раньше. Ты, наконец, до этого добрался. И счастье! И вот эта конфетка дала мне возможность продержаться ещё парочку часов. И только в 4 часа я выпила стакан молока и съела шоколадный сырочек. Вот шоколадные сырочки я тоже ем, отказаться не могу. Там много калорий. Там, по-моему, 300 с чем-то калорий. Но на фоне всего остального за один съеденного это было нормально. И это мне тоже дало возможность продержаться ещё 4 часа совершенно спокойно. Вот вечером почему-то мне легче не есть. Мне больше хочется утром. И только в 8 часов где-то я съела, я сделала, заварила такую картофельную пюрешку в баночках, которые продаются готовые. Опять-таки одну сосиску. И опять-таки сделала салат из помидора и огурца. А, нет, я не делаю. Я уже готова есть такой салат. Он немножко продаётся. Называется Мэднику, по-моему, салат. Там огурца и помидоры, там что-то ещё. Но всё немножко остренькое. И вот замечательно. Ничего в течение дня, никаких чаёв, кофеёв, минеральных, газированных напитков. Только вода. И я думаю, что я сейчас посижу только на воде. Единственное, что я её буду покупать. Какую-нибудь, какую ещё не придумала. Хочется вот организм немножко тоже промыть. Вот такая у меня была вчера. Это не назовёшь диета. У меня не диета. У меня именно идёт по принципу уменьшения порции. И попытку немножко убрать вот то, на что я подсела тут последние дни. Из-за чего я, очевидно, так хорошо и поднабрала. Это разные, во-первых, газированные лимонадики, напитки, колы и прочие. Я там несколько дней добиралась до молочного коктейля. То есть мороженое и сок. А мороженое, вы сами понимаете. Ела мороженое несколько раз. Но жарко было очень. И что ещё я такое не то ела? Однозначно чипсы какие-то. Что-то меня тоже потянуло. Мне было лень там. Они вкусненькие. В общем, ну это да. Это надо с этим вот, со своим немножко бороться. Желанием не готовить, а вот скушать что-нибудь, какую-то ерунду. Сегодня мне привезут супчик. Моя свекровь грибное. Это будет у меня на обед. С утра, очевидно, съем опять-таки бутерброд. Ну, мне вот так вот проще. Надо купить какие-то ягоды, потому что они у меня закончились. У меня есть кефир и отруби. И это будет какой-то перекус. Возможно, вот такой типа полника, часа в 4. Но в целом я надеюсь вот так где-то раз в 3 часа кушать. Ну, если будет необходимость что-то съесть, в перерывах буду стараться пить воду. Посмотрим, что тогда принесет завтрашнее утро. Так что пока девчонки, кто решила со мной, давайте пробуем именно вот по этой системе. Не будем там извращаться слишком. Каждый вносит свои какие-то коррективы. Кто любит там на перекус съесть яблоко, сухофрукт или орешек, кушайте. Я лучше буду пить воду, потому что на все остальное у меня не всегда правильно реагирует организм. Я говорю, у меня очень ограниченный, очень будет скудный рацион, поэтому я буду, скорее всего, добавлять его какими-то витаминами. Боюсь, что их может явно не хватать. То есть я периодически пью какие-то витамины и возобновлю. Ну, был перерывчик какой-то у меня такой небольшой. Сейчас добавлю кое-чего в свой рацион. А пока буду вот так вот потихонечку уменьшать, в надежде, что желудок уменьшится. И тогда еды надо меньше. Посмотрите на Аллу Пугачеву, какая она вообще. Я не знаю, что она с собой там сделана, но, по-моему, там была даже операция по уменьшению желудка. И какое-то дало результат. В общем, короче, есть стало меньше. И вот те чудеса. Да. Ладно. Хорошо, давайте я займусь какими-то своими делами. А потом, наверное, вам, чтобы не загружать все время бесконечно видео какими-то разговорами о еде или ее отсутствии, расскажу о последних трех арматах, которые я приобрела, которые очень интересны. И, возможно, для любителей цветов о тех видах пиларгонии, которые я купила детками и которые, я надеюсь, у меня расцветут именно так, как показано на картинках. Вот. Хорошего вам денечка. Я не ухожу. Я тут с вами голодаю. Ну, не голодаю, конечно. Нет. Чувство голода вчера было очень легкое. И только вот с утра. Потом уже после обеда было как-то нормально. Займет время, конечно, я понимаю. Это будет не быстро. Но хотелось бы, ну, хотя бы 10 килограмм. Так потихонечку, хоть в течение года, может быть, убрать. Не спеша перестроив вот норму потребления еды. Потому что я бы была бы счастлива, а если бы больше, то вообще. Ну, на больше я как-то не очень рассчитываю. Я понимаю, что там уже придется более жестко пересматривать свой рацион питания. А я, как уже сказала, сила есть, воля есть, а силы воли нет. И даже мысль о том, что мне, может быть, от этого по здоровью легче, не очень сложно. Но, может быть, что-то поменяется в голове. Кстати говоря, сегодня мне приснился агрессивный сон. Мне никогда не снятся в снах какая-то агрессия. Сегодня я с кем-то ругалась, на кого-то нападала. И это меня так удивило. Ну, ночь была тяжелая, было душно, жарко, очень влажно. И, может быть, это тоже как-то сыграло свою роль. Но, во всяком случае, что-то внутри происходит. Так, первый прием пищи. Назовем это завтраком. Раз у меня с утра чувство голода побольше, то вот примерно так. Омлет из одного яйца. Немножко копченой колбаски. Потому что надо доедать, она у меня в холодильнике лежит. Две ложки столовые такого салата, который у нас продается, называется, гриля. Салат, там морковка, перчик, лучок. И все это в томатной пасте, наверное. И кусочек хлеба, который, надеюсь, съесть только наполовину. В целом, вроде, выглядит довольно много. Но, по факту, здесь не так много еды. Может быть, я что-то даже не доем из этого. Потому что яйца я не очень люблю, прямо скажем. Вообще не люблю, но это быстро, легко, удобно. И яйцо это все-таки 100 калорий. Ну, вот остальное будет чуть-чуть больше, чем 100 калорий. Но на этом, надеюсь, продержаться до обеда. Итак, приятного мне аппетита. И всем, кто на уменьшениях порций, посмотрим, что принесет завтрашний день после такой еды. На обед, как я уже говорила, у меня суп грибной. И больше ничего. Ну, вот, немножко, как обещала, расскажу об ароматах, которые последние тут интересные приобретались. И первый из них это Праде Ирис. Но у меня уже теперь новодел 2015 года. А ранее был выпуск, по-моему, 2007 года, который получил все те призы. Потому что на тот момент он, наверное, был очень необычный, интересный. Он такой землистый. Он мне тогда казался каким-то ароматом из склепа. И так как с нишей на тот момент, прямо скажу, со самим понятием ниши не было знакомо, то он был необычайно такой странный на фоне остальных ароматов. Но, тем не менее, прекрасный. И спустя вот столько лет захотелось восстановить в памяти, такой ли вот этот новодел по впечатлениям, как было тогда у меня. Вот ощущение чего-то невероятного и древесного, и пудрового, и какого-то землистого. И надо сказать, что, наверное, я не слишком все-таки обладаю каким-то тонким обонянием, чтобы вот эти различия уловить. Для меня он практически такой же, как и был. Что радует всегда, потому что вот эти старые версии, они, ну, многие говорят, что они намного интереснее. Поэтому в данном случае, можно сказать, я с теми же впечатлениями, опять тот же склеп немножечко, как для меня, как восприятие какого-то такого вот подземелья, почему-то он у меня дает. Хотя, наверное, это вот корни ириса, не сам цветок ириса, а корни ириса. Давайте посмотрим, что у нас тут в композиции. Ну, она, да, она попроще. Ирис, итальянский мандарин, тунисский нероли, белый кедр и бензоин. Вот такие здесь составляющие. Ну, что сказать, интересный, несладкий, зеленый, прохладный. И вот такой вот немножко, да, вот сейчас он, мне кажется, больше мужским ароматом, чем женским, но хотя с этими определениями он не секс, он, конечно, подойдет кому угодно. Своепразный, наверное, на лето прекрасный, но все-таки надо любить вот эту землистость, эту какую-то в такую темную, темную его сторону. Но если это корни ириса, то это что-то из-под земли, и вот ощущение вот этой вот земли, и чего-то из-под нее, вот у меня оно преследует. Но, тем не менее, он прекрасен совершенно. И хотелось, чтобы он был все-таки в коллекции. Теперь он есть у меня. Следующие два аромата. Начнем, наверное, вот с этого, с такой красивой коробочкой, лаборатории Ольфативо. И это у нас будет тубероза. Тубероза, я люблю туберозу во всех ее проявлениях. И всегда ищешь какой-то такой вот свою, вот самую-самую свою туберозу. И вот эта одна, наверное, из самых-самых любимых будет, потому что она прямо-таки молочная. Она молочная, мягкая, она не резкая. Она очень, вот, именно женская. Такой цветочный-цветочный аромат, выпущен 2019 год, композиции гвоздика, тубероза, кориандр, специй и мускус. Никакой гвоздики, никакого кориандра, никаких специй для меня нет. Для меня вот только эта тубероза, и такое ощущение, что она в каком-то молоке, что она нежнейшая, вкуснейшая, мягчайшая и, ну, просто-просто-просто прекрасная. Она как-то необычайно долго остается у меня на коже, и поэтому она для меня идеальна. Вот ничего лишнего нет в ней. Она легкая, она для меня стойкая, она очень элегантная. Она без какой-то зелени, без анималики, без... Она не сладкая, она такая вот, может быть, немножко суховатая. Хотя нет, она вот для меня как сливочная какая-то. Очень такая романтичная, очень нежная, живая такая. Вот без всего того, чего иногда в ней бывает, что мешает. Какие-то шумы, какая-то что-то такое, вот резкость бывает у туберозы какие-то. Она очень многообразна, разнообразна. Она на каждом по-своему. У нее есть столько прочтений ее парфюмерами, что очень сложно действительно вычленить вот какую-то идеальную. Вот это для меня идеальное. Что-то в ней есть невыносимо прекрасное. Что-то из фильмов об аристократии какого-нибудь там 18-го столетия. Италия. Вот, кстати, вспоминается сейчас фильм. Сейчас, секундочку. Невинный называется фильм. Совершенно потрясающий. Ну вот, если удастся вам посмотреть, то вот это ощущение главной героини вот именно в этой туберозе. Вот у меня... Ну, она там невероятно женственная. Ну вот как-то так. Конечно, любой аромат рождает какие-то ассоциации красивые. И вот это у меня, наверное, такие ассоциации совершенно прекрасные. И последний аромат марки Jules Pet Matte, наверное. Терраса. Так, название такое, очевидно... Точно не знаю, как его перевести. Какая-то терраса. Надо, конечно, побольше бы знать что-то, если рассказывать вам. Но в данном случае просто... У этой марки у меня несколько есть ароматов. Они не очень нравятся. Они просто потрясающие, восхитительные. Они очень насыщенные, красивые, сочные. И такие необычные. Очень необычные. Поэтому хотелось... Ее сейчас уже на латвийском рынке не будет. Вот последние остаточки где-то в интернет-магазинах можно найти. И вот решила, что пускай будет четвертый аромат к моим уже трем имеющимся. Но этот оказался немного другой, чем те, которые у меня есть. У меня такие фруктово-восточно-насыщенные. Этот цветочный, цитрусовый, такой пачулиевый, более легкий. Даже, скажем, очень легкий. Выпущенный в 2012 году. Не такой стойкий, как остальные. В верхних нотках гриппфрут, анжерин, ревень, средние ноты белая фрезия, лепестки лотоса, голубая роза и базовые ноты мускус, сандал, пачули. Поэтому уже по составу понятно, что он такой легкий, цитрусовый. Но, тем не менее, на первом месте все ставят фрезию, что они чувствуют. То есть он и цветочный в то же время. Но такой весенний букет. В общем-то, достаточно сбалансированный. Все ароматы этой марки, они очень сбалансированные. Прелестный, такой вот весенний. Вот прямо кажется, что это какой-то ветерочек, который носится вокруг тебя. И он глухает вот этими различными цветами. Ну, вот он такой цветочный фрезиевый, с такой легкой водяной горчинкой. Сейчас он у меня отстоялся. Буду пробовать на жаркую погоду. Замечательный, красивый, прекрасный. Я не знаю, как пахнет голубая роза, например, там лотос. Ну, вот как фон, как все так красиво намешано, перемешано. Поэтому довольно сложно мне определить, что же здесь главное. Наверное, нет, здесь главное вот это настроение. Такое вот, которое во время цветения различных растений. Это деревья в цвету, это какой-то солнечный день. Это какое-то жужжание пчел. И это все происходит где-то в городе. Это не полевые цветы, это городские цветы. И этим он тоже прекрасен. Потому что это мне близко, я же сама живу в городе. Замечательный аромат. Еще один прекрасный из этой коллекции. Если была бы возможность, я, конечно, наверное, собирала бы все ароматы этого бренда. Он очень необычный. Он создан двумя молодыми людьми, которые встретились, полюбили друг друга. И решили рассказывать историю своей любви через ароматы. Это, мне кажется, такая прекрасная, совершенная история. И, может быть, поэтому они у них хорошо так получаются. Ну, вот такой коротенький обзор чего-то, так сказать, нового в моей коллекции. Что, безусловно, будет носиться, потому что очень красивые все ароматы. Давайте о цветах все-таки поговорим в следующий раз. А то получается очень длинное видео. Хотелось бы, конечно, показать, рассказать. Но терпения вам не хватит смотреть все до конца. Прошло уже пару часов после завтрака. Легкое чувство голода есть. И, очевидно, с утра у меня вот так и будет всегда. С утра мой организм требует чего-то большего. Но ничего, как-нибудь с этим разберемся. Главное, что начало положено. И главное фиксировать свой вес. Я думаю, может быть, конечно, каждый день это не стоит делать. Может быть, это нужно делать где-то примерно раз в три дня хотя бы. Идеально, наверное, раз в неделю. Поэтому следующее видео уже не будет так сильно посвящено уходению. Подождем пару дней. И тогда я опять отчитаюсь. Ну, пока вот так процесс пошел. Держусь. Прямо кажется, что уже лицо схуднуло. Об этом тоже надо будет задуматься. Если все-таки получится похудеть, то, конечно, это будет сказаться в первую очередь на лице. Я очень надеюсь, что уйдет живот, бочки всякие разные, которые меня напрягают. А дальше уже как повезет. У каждого идет очень по-своему. Все это очень индивидуально. Все это похудение у кого на чем сказывается. Посмотрим, как это будет у меня. Но пока процесс увлекательный. А что будет дальше, будет видно. Главное, чтобы был хоть какой-то результат, тогда он будет поддерживать на самом деле. Надеюсь, результата не будет, или он будет очень медленный, и будет тяжело. Ну, как всегда, надеемся на лучшее. Мы же оптимисты. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч.